Здравствуйте! Вы смотрите видеоновости газеты Нюрнбега Цайтонг. У города Нюрнберга большие планы. В течение пяти лет город хочет увеличить число велосипедистов в городе до 20%. В данный момент примерно 11% нюрнбергцев предпочитают велосипед. А не общественный транспорт или автомобиль. Кто передвигается по городу на велосипеде, экономит деньги, улучшает здоровье и не вредит окружающей среде. Чтобы велосипедистов стало больше, город Нюрнберг разработал целый план действий под названием Нюрнберг-Штайгт-Ауф. В первую очередь в городе в рамках проекта будет введен прокат велосипедов. В 65 точках можно будет взять в прокат велосипед. Для этого город приобретет 750 велосипедов. Также должны быть улучшены велосипедные дорожки или введены новые. Город хочет ввести большее количество указателей, чтобы облегчить велосипедистам ориентировку в городе. Следующее сообщение касается всех родителей с маленькими детьми. С января следующего года вступит в действие новый указ Европейского Союза. А именно, пользоваться эскалатором с детской коляской будет запрещено. Как считают постановители директивы, коляска на эскалаторной ленте повышает риск несчастного случая. С 2010 года мамы и папы с колясками должны будут в целях безопасности пользоваться лифтом. Закон о защите некурящих Баварии не должен быть послаблен. Этого мнения были примерно 1 миллион 300 тысяч людей, подписавших за две недели соответствующее требование по всей Баварии. Кстати, самыми активными были жители Франконии. Таким образом, инициатива Nichtraucherschutz собрала достаточное количество голосов, чтобы провести в следующем году референдум о непослаблении закона о защите некурящих. Если в референдуме примет участие достаточно большое количество людей, то правительству Баварии придется вычеркнуть послабление из закона. Напомню, согласно первому варианту закона было запрещено курение в кафе, барах и ресторанах. Потом были внесены в закон некоторые исключения. У отцов, не состоящих в браке с матерью ребенка, будет больше прав. На сегодняшний день только с согласия незамужней матери отец ребенка может получить родительские права. Но Европейская судебная палата в Страсбурге приняла судебное решение, в котором права неженатых приравниваются правам разведенных отцов. Суд решил, что неженатый отец имеет право получить родительские права, независимо от мнения матери ребенка. Суд в Страсбурге подал один из немцев. Он хоть и мог встречаться со своей дочкой, но родительских прав на нее не имел. За их он и боролся в немецких судах разных уровней. Решение Страсбургского суда, хотя не имеет прямого влияния на решение немецких судов, но оно будет поводом для обсуждения вопроса о родительских правах на законодательном уровне. Ну вот и все. Наши новости подошли к концу. На сегодня я прощаюсь с вами. Более подробную информацию о Нюрнберге и регионе вы найдете, как всегда, на страницах нашей газеты или в портале по адресу www.nz-online.de. И будьте со мной в следующую среду, когда выйдет новый выпуск новостей. Хорошей вам недели. До встречи.